Привет, снова плохое влияние, и в полной программе на этой неделе новый способ добавления видеоматериалов. Ваше здоровье. Привет. Наш главный обзор на этой неделе долгожданный Street Fighter 2 Turbo на SNES. И я узнаю, как превратить блокбастер в видеофильм, возглавляющий чарты. Эй, давайте же. Звените колокольчиками, звените колокольчиками, звените всю дорогу. О, как это весело. Пожалуйста, не аплодируйте, просто бросайте деньги. Это. Это отличный способ превратить ваш мега-сиди в полностью функционирующую карауто-систему за небольшую часть стоимости профессиональных комплектов, которые вы можете купить в магазинах. Он будет запущен в Великобритании на следующей неделе. К нему прилагается все необходимое для работы, включая компактный диск с вашими любимыми рождественскими песнями. Но доступны еще 52 диска, так что вы могли бы подпевать Элвису Рэму, Майклу Джексону или Принцу. Но я собираюсь придерживаться своего рождественского диска, и дамы и господа, мы с форум Дурное Влияние, и я сейчас выступим с нашим знаменитым выступлением «12 дней Рождества». Я благодарю вас. В первый день Рождества моя настоящая любовь подарила мне куропатку в постели. Эй, кто была эта женщина в маске? Это была я. Этот диск почти так же плох, как и пение Энди, которое тоже является караокею. Но, дорогие мои, вместо того, чтобы петь, вы играете в пьесе Шекспира. Теперь все ваши актеры будут знать, что произносить название шотландской пьесы считается дурной приметой, поэтому я не буду этого говорить. Но у меня такое чувство, что кто-то сказал это, когда писал программное обеспечение. В основном, вы получаете небольшую справочную информацию о пьесе, но основная идея состоит в том, чтобы выбрать персонажа, а затем, когда настанет очередь вашего персонажа говорить, компьютер отключит звук вашего персонажа, чтобы у вас был шанс его исполнить. Я решила быть второй ведьмой в первой сцене. Когда мы втроем встретимся снова? При громе, молнии или дожде? Когда Ферли закончит, когда битва проиграна и выиграна? Подождите минутку, я закончила свои реплики, и посмотрите. В моей версии Шекспира это написано не так. Чтобы добавить оскорбление к оскорблению, актеры звучат так, как будто они учились в школе актерского мастерства на Мруде. В целом, это пустая трата времени и денег. Уходить, не впечатлившись. Я приехала с Серой горы. Здравствуйте, Безногий. Угадайте, где я нахожусь. Привет. Кошки действительно интересные существа. Они болтаются по своим сараям и узнают, где что находится, издавая пронзительные пищащие звуки и прислушиваясь к эху. Бип-бип-бип. Да, вот сарай. Бип-бип-бип. О, там есть письменный стол. Да, и о, СНЕС. И на нем возвращается человек-кошка. Еще одна интересная вещь о кошках. Это то, что у них 9 жизней. И это обман, чтобы дать вам 9 жизней на человеке-кошке. На экране их опции введите вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, ВА. Не волнуйтесь. Осталось 8 жизней. 8 жизней слишком много, если хотите знать мое мнение. В 1986 году новая аркадная игра захватила весь мир. Она называлась Street Fighter, и она действительно была дедушкой всех битэмапов. Затем, в 1991 году, у нас появился Street Fighter 2, который дебютировал на консоли The Snars в прошлом году. В прошлую пятницу был запущен турбо-вариант. Он играет как аркадная игра Champion Edition. Вы управляете всеми четырьмя боссами и можете играть за 12 воинов мира на турбо-скорости. Вот Алекс. Я с нетерпением ждал этого события довольно долго, и я надеюсь, что оно того стоило. Это я играю Чун Ли. У нее все еще есть все ее старые приемы. Что я собираюсь попробовать, так это попробовать новый огненный шар, что довольно сложно, потому что вам нужно повернуть площадку на 180 градусов. Вот, я это сделал. И вы можете взорвать ее. Это я и Кэти в режиме двух игроков. Мы оба решили играть в боссов. Это большое отличие от оригинального издания. Кроме того, нам не нужно было вводить чит-код, чтобы играть одним и тем же персонажем. Также главное отличие заключается в том, что у вас может быть четыре звезды трубонадува, что означает, что вы можете выполнять свои движения быстрее. Тогда это Бизон против Райана. В первой игре они намного сильнее всех остальных персонажей, поэтому в этой игре им не дали дополнительного специального хода. Так что это как бы выравнивает игровой процесс. Если бы это была первая игра Street Fighter, то она определенно получила бы пятерку. Но, к сожалению, она мало чем отличается от оригинальных, которые я давал только раньше. Мне нравится, как музыка менялась с каждым фоном, но специальные движения было действительно трудно сделать. В целом это довольно хорошо, но специальные движения сбивают столбу, а голос мог бы быть и лучше. Так что итоговые оценки за Street Fighter и Turbo, девочки поставили ей отличные четыре балла из пяти, и мальчики тоже подумали, что это топовая игра. У них четыре балла из пяти. Вот краткое напоминание о том, как наша система подсчета очков работает здесь при плохом влиянии. Пять звезд означает абсолютно идеальную и безупречную игру. Ничто не должно испортить вам удовольствие от этого. На самом деле, Street Fighter и Turbo получила бы пять звезд, если бы это была новая игра. Но так как это была всего лишь официальная версия устоявшейся игры, она получила только четыре звезды. А четыре звезды означают отличную игру выше среднего. Только Война, Голода и Лидиосу Коннор должны испортить вам удовольствие от этого. Три звезды, средняя игра. Довольно хорошая, но, вероятно, на рынке есть много других с той же играми. Две звезды, пособие по безработице, пособие по безработице, пособие по безработице. Не играйте в эту игру, если только вы не из тех грустных людей, которые играют в игры, где пособие по безработице, пособие по безработице, пособие по безработице. И одна звезда. Вы, вероятно, могли бы использовать коробку, чтобы держать в ней тритонов, но я думаю, они сбежали. И помните люди, которые рецензируют игры на Бэтт Инфуанс? Это люди, которые покупают игры в отличие от журналов. Теперь пришло время для нашего американского репортажа с правами Z на этой неделе в Калифорнии, направляясь на север из Сан-Франциско по мосту Золотой обороты. Что общего у этих игр? «Войны суперзвезд», «Дуэт» Джеймса Бонда, «Человек-газонокосилка», «Русалочка» и «Парк Юрского периода». Совершенно верно, все они основаны на фильмах. И к северу от Сан-Франциско находится то место, где игровая индустрия и киноиндустрия сталкиваются лоб в лоб. Это Сэм Рафаэль, родина Локасарц, единственной игровой компанией в мире, управляемой кинопродюсером. Первый Джордж Лукас создал кинотрилогию «Звездные войны», а затем игровые блокбастеры. «Суперзвездные войны» стали большим успехом «Супернес» в прошлом году. А затем появился «Экс-Винг», блестящий симулятор космических сражений. И теперь долгожданная «Суперимперия» наносит ответный удар. Если вы фанат «Суперзвездных войн», вам понравится «Суперимперия» и наносит ответный удар. Это большая игра с 12 мегабитами вместо 8, и она играет как во сне. Есть новый трюк в седьмом режиме, который добавляет холмы и долины к вашей трехмерной гонке по заснеженному ландшафту в поисках пешеходов. И когда вы их находите, это прямо как в кино. Я всегда хотела это сделать. Другие новые функции означают, что вы можете бегать и стрелять одновременно. Ваш световой меч — еще более смертоносное оружие. Следующий большой проект «Звездных войн» — «Rebel Assault», который Локасарц разрабатывает для PC CD-ROM и Mega CD. Это интенсивный аккадный экшен, полностью отрисованный с использованием трехмерной графики. Вы можете выступать за альянс повстанцев на X-крыльях, A-крыльях и даже снегоходах. Этот метеоритный шторм — один из игровых разделов игры, а ролики, которые связывают 15 уровней, визуально ошеломляют. В 400 милях в югу, другая крупная игровая компания работает над собственными врезками в фильме. У Virgin скоро будут два мега-релиза. А один основан на анимационном фильме Диснея. Это необычно, потому что графика игры изначально была нарисована аниматорами Диснея при продаже. Еще одна крупная привязка Virgin к фильму — игра «Человек-разрушитель», основанная на фильме «Человек-разрушитель» с Сильвестром Сталлоне и Весли Снайпсом в главных ролях. Актер снял несколько специальных кадров во время производства фильма, которые будут оцифрованы в игру. Актеры сняты на видео на фоне зеленого экрана и всех позиций, которые понадобятся в игре. Хорошо, давайте перейдем ко второй позиции прямо здесь. То, что мы здесь видим, — это несколько примеров снимков, которые мы сделали у Весли Снайпса. А вот на самом деле Марк Де Алисандро — двойник Сильвестра Сталлона, которого там довольно красиво разнесло ветром. Там, где сейчас зеленый материал, мы можем заменить его сгенерированным компьютером-фоном. Мы удаляем его с зеленого коврика вот так, а затем мы можем разместить его в любом месте, где захотим. И это делается кадр за кадром. Следующий шаг — очистить рамки одну за другой в компьютерной системе рисования. Как вы можете видеть, это очень тяжело. Мне нужно войти и увеличить, и я очищаю изображение, следя за тем, чтобы на нем не было пикселей, которые действительно выделяются и делают изображение некачественным. Как только я это сделаю, я закрашу фон черным. Как вы можете видеть, черный цвет выделяет зеленый пиксель, так что мне придется избавиться от всего этого. Художник проверяет изображение как на белом, так и на черном фоне. Когда он доволен и тем, и другим, он может запустить готовую анимацию. Такие эффекты, как стрельба и кровь, добавляются позже. Тем временем, Кулакас Артс 2 новых персонажей оживают в своем собственном графическом приключении. Сэм и Макс отправились в путь, вдохновленные комиксом, а не фильмом. Программисты при разработке игры используют ценности полномасштабного кинопроизводства. Начиная с раскадровок в стиле фильма, художники создают цветные картинки, которые сканируются в систему, а затем анимируются. Даже статисты должны сыграть свою роль. Например, предположим, что я могу подойти сюда, взять этого парня за руку и принести ее сюда в группу. Эти йети играют блюз или что-то в этом роде. И посмотрите прямо сюда, на его руку он играет на басу. Видите? Наконец-то, вот предварительный просмотр финальной завязки фильма. Это ранние разработки игры, основанные на идее кинорежиссера Стивена Спилберга. Это приключение, действие которого разворачивается в глубоком космосе, которое в конечном итоге будет включать в себя несколько новаторских новых графических техник и удивительное разнообразие цветов. Но не задерживайте дыхание в ожидании выхода раскопок на большой экран. Это оказалось слишком дорого для бюджета фильма, поэтому Спилберг просто отказался от фильма и сразу же согласился на игровую версию фильма, которой никогда не было. Он показывает следующий год на экране компьютера рядом с вами. Спасибо вам, Зет. А теперь, по многочисленным просьбам, еще несколько впечатлений от фильма. Вака-вака-вака-вака-вака-вака. Вы еще не поняли без меха? Это был беглец, и теперь нет необходимости его смотреть, потому что это были лучшие фрагменты. Это чил для Shadow of the Beast 2 на Амиго. Когда вы начинаете игру, идите направо, пока не увидите первого пигмея, вы начнете терять свою жизнь. Но если вы наберете 10 пинт, то я НПНТС, вы будете непобедимы. Как и я. Выходите с поднятыми руками. Сарай окружен вооруженной полицией. Просто расслабьтесь, но я с этим разберусь. Это из-за тех библиотечных книг, которые просрочены? Я надеюсь, что они поймают его. А теперь перейдем к новостям и анонсам этой недели. Только что прибыла эта ферма Симов, последнее дополнение к семейству Симов. Теперь вы можете узнать, на что похожа жизнь фермера. Вы берете на себя управление доением коров, ездой на тракторе и даже уборкой. Единственное, что вам нужно сделать, это встать в 4 часа утра, чтобы поиграть в него. Фанатикам Соника будет приятно узнать, что в этом месяце выходят две новые книги, рассказывающие о приключениях их любимого ежика против злого доктора-работника. Еще две книги должны появиться в продаже до Рождества. Флотск – одна из самых популярных игр с Несс на Рождество. В ней изображен Флотск, своего рода замедленный Соник, который пытается найти своего дедушку. На самом деле это не похоже ни на что думать. Это забавная и музыка отличная, и она доступна в декабре. А теперь еще несколько обзоров игр. Зелда – пробуждение Линка – это первое появление игры Зелда на Бейнбой. После кораблекрушения нашего героя Линка выбросила на таинственных остров. Гигантское яйцо венчает его самую высокую гору и, как говорят, содержит мифическую рыбу-ветер. Разбудите ее, и вы получите ответ на все вопросы. Вот Айша в поисках героя. Мне очень понравилась версия для СНесс, но я подумала, что версия для Несс немного бедновата. Поэтому я немного беспокоилась, как это получится на Геймбой. В данный момент я нахожусь на первом уровне. Я ищу ключ от кошмара, чтобы попасть в комнату босса и найти первый инструмент. В этой игре вам нужно 8 инструментов, чтобы разбудить рыбу-ветер, и он расскажет вам, что случилось. У меня есть перо, которое позволяет мне прыгать и которое позволяет мне получить ключ от ночных кошмаров. Я нашла его. Я сейчас в логове босса, я только что победила его. Когда он умирает, я получаю сердце, которое поднимает меня на новый уровень, а также открываются двери, которые позволяют мне достать виолончель. Первый инструмент, чтобы разбудить рыбу-ветер. Это очень хорошо переводится как Геймбой. Я не была разочарована и обязательно куплю его. Это действительно сложно, но, как и во всех играх Зелда, если вы будете продолжать стараться, то скоро будете вознаграждены в этой замечательной ролевой игре. В эту игру было действительно трудно освоиться, и вы должны быть настойчивы, чтобы пройти каждый уровень. А что касается оценок за пробуждение Зельды Линк, то девочки поставили ему отличные 4 балла из 5, но мальчики сочли его всего лишь средним и поставили ему 3 балла из 5. В Шинобе три супергероя-ниндзя вернулись на Мега-Драйв, столкнувшись лицом к лицу с величайшим врагом всех времен. Вы должны отправиться в путешествие по таинственному миру, чтобы победить злого мастера. Вот бесстрашный Джо. Эта игра представляет собой платформер, основанный на тематике ниндзя. Вы начинаете игру с 50 кинжалами, одной магией и двумя жизнями. Вот мой персонаж карабкается по веревке. Вы можете найти множество потайных ходов, где он может подобрать всякие вещи. Здесь он набирается дополнительной магией, потому что он приносит много пользы. Вокруг этого парня много маленьких ниндзя, но их очень легко убить. Я думаю, я называю это своей магией. Вот этот. Четыре потока огня обрушиваются вокруг и убивают врагов. Лучший друг плохого уровня — это то, что они могут быть использованы против кого угодно. Несмотря на то, что эта игра выглядит хорошо, ранние уровни слишком просты, а более поздние слишком сложны. Не очень хорошая игра. Она слишком жестокая для маленьких детей и слишком легкая для старших. Я думаю, что это пустая трата времени. В этой игре хорошая графика и прокрутка. Там есть несколько захватывающих частей и эти приятные штрихи на заднем плане. А оценки для Шиноби — три. Девочки поставили ему плохие две оценки из пяти, а мальчики в среднем три из пяти. Не уезжайте из Голливуда, хорошо? О, какой блестящий фильм. Если вы его видели, я уверен, вы согласитесь. Top Gun — один из первых фильмов, которые будут доступны на компакт-диске. Теперь, теоретически, я должен быть в состоянии взять этот фильм с компакт-диска и воспроизвести его на любой аппаратной системе CD, благодаря волшебному слову MPEG. Это своего рода система стандартизации. Она расшифровывается как группа экспертов по кинематографии, и это действительно была группа экспертов по кинематографии, которые собрались за столом и решили, что все они хотят, чтобы их машины запускали полноэкранное видео. Примерно через семь лет они все почесали в затылках и придумали креативное название MPEG — система, которая позволяет сортировать до 74 минут информации на одном компакт-диске. Этого недостаточно для фильма, так что фильмы давайте у два компакт-диска. Как вот в чем теория, но работает ли это на практике? Могу ли я извлечь свой фильм на компакт-диске из этой системы и воспроизвести его на другой? Давайте выясним. Поместите его на компакт-диск 32. И вот ответ. Нет. Но это не имеет никакого отношения ни к аппаратному обеспечению, ни к MPEG. Это потому, что создатели фильмов также зарабатывают деньги, и из-за различных лицензионных прав они разрешают воспроизведение компакт-диска Top Gun только в системе CD. Поэтому они помещают на диск дополнительную кодировку, иначе он не будет воспроизводиться ни на чем другом. Какой вид полностью разрушает цель MPEG, не так ли? Прежде чем вы вообще начнете воспроизводить фильмы, большинство машин у нас специальная надстройка, которая позволит им воспроизводить полноэкранные видео. Первая из них, которая будет доступна, предназначена не для CD и даже не для CD32, а для ПК. Так как же вы можете заставить свой компьютер воспроизводить полноэкранные видео? Вам нужен быстрый компьютер с приводом компакт-дисков. Вам также понадобится специальный дополнительный комплект, который входит в комплект ПК и называется Real Magic. Вот это настоящее волшебство. И это то, что позволит вашему компьютеру запускать полноэкранные видео с более чем 32 цветами и, конечно же, звуком качества CD. Это логово дракона, выглядящее ничуть не хуже аркадной версии. Если вы сравните ее с обычной компьютерной игрой, то увидите, что раньше анимация была намного более отрывистой. Это также позволило появиться совершенно новому виду игр. Это возвращение взорв, где у вас есть оцифрованные люди на фоне сгенерированного компьютером фона. Вам предстоит разгадать тайну 700-летней давности, поговорив с более чем 20 различными персонажами. Настоящая магия появится в магазинах к концу месяца, а до Рождества обещано еще много игр. Верно, Фиртлерс, эксперимент по читу внутри игры. Все, что мне нужно, это такая игра, как Steel Empire на мегадиске и видеокамере, которую я установлю на столе. Хорошо. Эй, это работает, это работает. А теперь перейдем к обману. На экране звукового теста сыграйте 1, 1, 9 и 2. И вы сможете перейти к любому раунду, который захотите. Вот и шестой раунд. Хорошо, а теперь возвращаемся в мир реальности. Помогите, помогите, помогите. Я застрял. Инди. Лучшие дни для него. Вы хотите записать дату последнего посещения? Установите свои диктофоны прямо сейчас. Конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть программное обеспечение CD32+, и, конечно же, футболку Bad Influence. Вопрос был в том, как по-другому называется шахматная фигура, известная как ладья? Ответ на его вопрос и счастливый победитель Джозеф Батлер из Бангора и Кантердауна. Молодец. Это телевизор с суперхэмиком из Японии. Самое классное, что в него встроена ловушка. Посмотрите, гнезда для картриджей здесь вверху и внизу в левом нижнем углу. Это то место, куда вы подключаете контроллеры, и этот контроллер называется Патриот. Здесь есть специальные кнопки со встроенными всеми специальными движениями для персонажей. Проиграть почти невозможно, если только вы, к сожалению, не инди-креи. Сейчас, к сожалению, мы не можем подарить вам этот телевизор в качестве приза конкурса, но мы можем подарить вам сумку. И в нее мы положим сальки, блокнот Патриот Турбо, футболку Бэт Инфлуанс и куча других. У меня тоже есть эта великолепная пара боксерских перчаток. Вопрос в том, как зовут женщину-бойца в Street Fighter 2. Звоните в своих ответах по номеру 891-17-100. Звонки будут стоить не более 25 пенсов, но убедитесь, что вы получили разрешение от того, кто оплачивает телефонный счет, прежде чем звонить. Линии закроются в полночь в понедельник. До свидания. О, пока. О, вам больно? Йоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова